МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Эти кадры не один раз облетели весь мир. Группировка Вооруженных сил России обеспечила успех в разгроме опасного и жестокого врага. Врага, заявившего о своих претензиях на региональное господство, создавшего террористическое государство и погрузившего Ближний Восток в ужасы Средневековья. Победа сирийской армии в тесном взаимодействии с российскими специалистами и при помощи нашего отечественного оружия очевидна и бесспорна. Но далась она нелегко. И многое для этой победы сделали силой специальных операций России. На их плечи легли задачи, которые могли показаться невыполнимыми. Они всегда идут в авангарде, в труднопроходимых и опасных местах, под прикрытием негативных природных и климатических факторов, которые делают противника слепым и беспомощным. Внезапное появление российских специалистов на переднем крае приводит противника в замешательство. Еще больший психологический эффект вызывает появление боевого подразделения в тылу врага. Возникает паника. В результате совместных действий военнослужащих ССО и армейской авиации кинжальным огнем с воздуха отсекается подкрепление террористов. Благодаря эффективной работе по наведению на цели самолеты российских воздушно-космических сил и корабли военно-морского флота России наносят ювелирные по точности удары по объектам боевиков. Умелыми и решительными действиями наших специалистов уничтожены десятки одиозных полевых командиров. Тем самым пресечена возможность распространения террористической угрозы, в том числе на территорию России. Выполнение этих задач было бы невозможно без применения новейших разработок российского оборонно-промышленного комплекса. Поставляемые в силы специальных операций современные образцы вооружения и военной техники доказали на практике свою эффективность и превосходство над зарубежными аналогами. Специальная подготовка офицеров СССР позволила пресечь неоднократные попытки врага нанести болезненные удары по объектам вооруженных сил России. И прежде всего, внимание уделяется защите авиационной базы «Хмеймим» и военно-морской базы «Тартус». Жесткого отпора врагу не миновать. С применением новейших технических средств и вооружений могут быть предотвращены любые диверсии, на воде, в воздухе и с земли. Войны СССР выглядят современной версией русских чудо-богатырей. Только это вовсе не сказка. На войне, как на войне. Вежливые люди, специалисты СССР не зря получили такую характеристику. В Восточном Средиземноморье в очередной раз оказались востребованы навыки общения с населением и знания морально-психологических и национальных особенностей. Работа с местными жителями позволяет получать важные сведения. Действия в случае проведения спасательных операций, когда счет времени идет на минуты и секунды, отработаны до автоматизма. Вы видите кадры выполнения задачи по обеспечению безопасности гражданского объекта Российской Федерации в Дамаске. Находящиеся в постоянной готовности подразделения сил специальных операций обеспечили спасение многих человеческих жизней. Вывод группы в район воздушный путем — это не просто зрелищный элемент, а важная часть выполнения боевой задачи в любых условиях — в непогоду и под огнем противника. На первый взгляд может показаться, будто воинам сил специальных операций все дается легко. На самом деле, за каждым действием, за каждым выстрелом, за каждым решением — часы, дни недели и месяцы тяжелейшего труда. Конечно, бесценным является полученный боевой опыт, который передается молодым специалистам. Разносторонняя подготовка военнослужащих ССО проходит в самых разных точках земного шара. Проводятся экстремальные тренировки в труднодоступных уголках мира. Внимание! Самодисциплина, четкая субординация, но при этом личная инициатива, интеллект, развитая интуиция и глубокая мотивация — вот характеристика специалистов ССО. Прохождение торжественным маршем на авиабазе «Хмеймим» — честь и слава. Россия снова вписывает большую победу в мировую историю и гордится своими героями. Силы специальных операций. Передовой отряд, для которого нет невыполнимых задач. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова